Знания стали еще доступнее. В Республиканской коррекционной школе-интернат презентовали специальное образовательное оборудование. Комплект предназначен для детей с нарушениями зрения и слуха. Новые возможности в обучении особенных детей появились благодаря реализации Республиканской программы развития образования в Якутии. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Время от времени я ее переворачивал, чтобы мясо прожарилось равномерно. Пятница был в восторге. Победитель школьного конкурса «Читатель года» Данил Сивцев знакомится с Робинзоном Круза Даниэля Дефо. До появления видеоувеличителя ему приходилось практически упираться в книгу, что портило еще больше не только зрения, но и осанку. Теперь он ловко с помощью пульта увеличивает строки книг до нужного размера. Мне стало очень легко читать мелкий шрифт в обычных книгах с обычным шрифтом. Раньше я читал очень близко. Сейчас я просто смотрю на монитор и читаю. В другом кабинете приобрели новую машинку для обучения незрячих детей по письму Брайля. Также показали планшет для чертежа. Тоже для незрячих. Раньше в школе все это было, но устарело. Вот новая машина, которую мы получили, она может сохранить файл на флешке в своей памяти. И потом ребенок может вытащить этот документ и дальше печатать. Механизм печатания такой же, как и на простой машинке. А планшет для черчения, он более компактный, легкий. Здесь можно рисовать ручкой. Не как в старой модели, специальными там иголками. Тут же все тактильно, ты чувствуешь, да, все, что чертишь? Да. Когда рисуешь, рельефно выходят рисунки. И они очень тактильно ощущаемы. Аппаратно-программные комплексы внедряются по республиканской программе. Не только в специальные коррекционные школы, но и обычные, общеобразовательные. Они получили оборудование, именно те оборудования, которые являются вспомогательными техническими оборудованиями, которые помогают именно при обучении. Например, есть очень хорошее оборудование для того, чтобы для детей слабослышащих звукоусиливающим эффектом. С приобретением новых образовательных оборудований и программ «Коррекционная школа-интернат» усилит сотрудничество с другими школами. Являясь ресурсным центром, он продолжит обучать педагогов в работе с особенными детьми, которые учатся как в обычных, так и коррекционных школах и детских садах. Марьяна Кутукова, Григорий Охлопков, НВК «Саха», Якутск.